Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш разговор с Владимиром Георгиевичем. Я еще раз напоминаю, внимательно напоминаю Колычевым. Здравствуйте, Владимир Георгиевич! И взял я специально вашу визитку, чтобы, не дай Бог, не ошибиться. Я знаю, как вы всегда, ну не только вы, а все, кто к нам приходят, очень следят за этим. Владимир Георгиевич является президентом московского историко-просветительского общества «Русская Америка». Здравствуйте, Владимир Александрович! Спасибо вам большое, что вы согласились принять участие в очень актуальном разговоре. Сейчас, как вы знаете, идут очень трудные переговоры по различным крупным международным вопросам. И, безусловно, наше историческое прошлое, безусловно, наше русское присутствие на американском континенте, оно для меня, по крайней мере, как русского человека, имеет очень большое значение. В прошлых передачах мы с вами обрисовали задачи, цели вашего общества. Мы коснулись вопросов, связанных с присутствием и открытием сперва, а потом присутствием русских на Аляске. Мы с вами раскрыли суть и деятельность русско-американской кампании, или как она там называется? Российско-американская кампания. Российско-американская кампания. Вот, кстати, насчет эпитета «российский». Я всегда говорю своим студентам, что Петр I был очень мудрым человеком. Почему? Он назвал не «русская империя», а «российская империя». И не потому, что некоторые наши русофилы видят в Петре I своего рода русофоба. Ничего подобного, никаким русофобом он не был. Он прививал нам прививку западной цивилизации, прививал варварскими, чудовищными методами, стоившими русскому народу неисчислимых жертв. Но Петр I был русским. Вы знаете, что он пел на клиросе? Вы знаете, что он обожал, так сказать, церковную музыку? Это человек, который упразднил пост патриарха московского. И тем самым сыграл очень паршивую роль в дальнейшей русской истории. Но, тем не менее, факт остается фактом. Так вот, я бы хотел, Владимир Георгиевич, затронуть вопрос нашего присутствия в Калифорнии. Что там явилось, если так можно сказать, тем самым Петром Камнем, на котором мы построили русскую православную церковь? И почему, опять же таки, и там у нас произошло фиаск? Кто здесь все-таки разруливал эту непростую ситуацию? Ну, говоря языком уважаемого Николая Николаевича Болховитинова, академика, к сожалению, его с нами сейчас нет. Да. В Калифорнии также привел русских хвост, соболинный хвост. А точнее, хвост морской выдры или калана. Мех калана. Мы знаем Калифорнию больше всего по темам, связанным... Апельсинам, Шварценеггеру и так далее. Ну, а если глубже, то все-таки по золотой лихорадке. Золотая лихорадка, лайдайка. Эльдорадо, да. Так вот, Эльдорадо прежде всего было пушное там до открытия золота, да. И первые русские появились там с американцами, с бастонцами. Это Роберт, простите, О'Кейн, капитан О'Кейн, который по договоренности с главным правителем Русской Америки или российских владений, да, на Аляске, Александром Андреевичем Барановым, каргопольским купцом. Ранее того. Вместе устроили совместный лов в Калифорнийских водах, которая еще в Сан-Франциско тогда... А, миссия была в Сан-Франциско, то есть испанцы дошли с юга только до нынешнего Сан-Франциско, до бухты Сан-Франциско. А русские, трое промышленников, и под их началом порядка 20 байдар с алиутами-охотниками, добывавшими мех калана, калана, то есть вот эту морскую выдру. То есть наши экспедиции были и местные аборигены. И вместе с О'Кейном, да, они дошли до Сан-Диего, то есть они мимо Сан-Франциско прошли, святого франциско-испанцев, они прошли вглубь туда испанских даже. Вот, и вернулись, в общем-то, с хорошей добычей. То есть вслед за Берингом, за Пушниной пустились туда русские предприниматели, охотники, казаки, служивые люди. И даже крестьяне вкладывались в паи, чтобы построить вот эту лодку или коч, или это морское судно, чтобы добывать вот эту Пушнину богатую. И уже русские, московские купцы Рыбинские, Серебренниковы, которые участвовали, кстати, даже в первой экспедиции Басова, доставляли на московский рынок вот эту Пушнину, который ценился у московских красавиц. И вот, возможно, что на балу, который упоминали, в доме Ростовых, да, были красавицы и в мехах Калана. Сан-Франциско, Лос-Анджелес наши или американцы? Ну, вот само Сан и Лос, вот эти приставки, они, это испаноязычные, да. Конечно, и испанские миссии были на той территории, на картах, если мы посмотрим на картах того периода, то мы видим Новая Испания, Новая Испания, то есть справа была Новая Англия, Новая Голландия. А что от нас осталось там? Вот что-нибудь осталось? И была Новая Россия, которую мы назвали Русской Америкой. Да, вот Форт-Росс, как вы говорите. Что это такое? После того, как русские привезли... Форт-Росс, это именно Россы, да? Да. Россы, старое название. Да, в честь этого, да. Еще Ломоносов говорил, Росс. Росс Ломоносов, да. Да, да. И после того, как... Гром победы, раздавайся, это говорило Державин, торжествуй, великий Росс. После того, как русские привезли известие о мягких землях, о мягком климате Калифорнии, то, конечно, Рязанов, который три года спустя прибыл на Аляску и увидел, что русские нуждаются и в пропитании, он сам купил судно Юнона, шхуна Юнона, и сам посетил это Калифорнию. Мы знаем вот этот сюжет по Юноне Аось, рок-опере, который идет в Ленкоме и в театре Алексея Рыбникова. Он увидел, что действительно, надо там, край не занят пока никем. И уже в 2008 году туда отправились русские во главе с Иваном Кусковым, а в 2012 году русские основали крепость Росс. В Калифорнии, в 80 милях, ну, в полутора-стах километрах от миссии Святого Сан-Франциско, в заливе Бадагабей был основан порт Румянцево, Кусковым. И там была промышленная база, где были склады, пушнины. А Румянцев с какого боку здесь? Это Румянцев, который вот в Москве, это дом... Дом Пашкова, да. Мы знаем Орлова Румянцева, который в Крыму и способствовал, содействовал, точнее, присоединению Южной России к Российской империи. А его сын Николай Петрович Румянцев, который был и канцлер, и заведовал делами Министерства иностранных дел, он всячески попечительствовал российско-американской компанией, потому как видел в этом прорыв на Тихий океан. И было одно из его увлечений или хобби, как говорят нынче. Это он собирал коллекции народов и Дальнего Востока, и ему привозили наши морские офицеры, поставляли коллекции народов, североамериканских народов, из Калифорнии. У него была богатая библиотека, и нынче мы отмечаем юбилей 150-летия основания и Румянцевского музея, и Румянцевской библиотеки, которую мы знаем как Российская государственная библиотека. И наше общество выступает за то, чтобы Российская государственная библиотека имела имя графа Румянцева, что, в общем-то, закономерно. Сколько сейчас русских живет в этой Русской Америке? Вы когда-нибудь считали? Или кто-нибудь подсчитал? Нам задают чаще такой вопрос каверзный. Сколько живет в форте Росс? Да? Ну, форт Росс, бог с ним, с фортом Россом. Я в целом говорю, вот насколько я осведомлен, вот хотя бы по этому нашему учебнику, около 10 миллионов русских вместе с украинцами и белорусами в Соединенных Штатах и Канаде проживает. Насколько эти цифры объективны? Ну, вот вы назвали русских и белорусов. Русских причисляют сейчас, в общем-то, там и выходцев с Азии, то есть всех, кто, бывших, так сказать, граждан Советского Союза, хотя мы с вами знаем, что сейчас в Азии и русский-то язык, люди к нам приезжают в качестве мигрантов, не знают русского языка. Какие же это русские, да? Вот, тем более их манера поведения, в том числе и у нас в России, и в Соединенных Штатах, это далеко от российских, от нашего манера. Вот, да, действительно, наши соотечественники, россияне, порядка трех миллионов, наверное, сейчас насчитывается в североамериканских штатах. Цифра значительная, и сейчас создается много новых русских организаций, которые всячески, в общем-то, стараются устанавливать связи с Россией, а с очередь получать отсюда гранты. Отсюда гранты. Это нас немножко не радует, потому что мы должны получать здесь гранты. Потребительский подход, крайне потребительский. На развитие русского языка, ну это, в общем-то, может быть и правильно, да. Да нет, это неправильно. Я хотел вот еще что подчеркнуть. Вот смотрите, то, что в Соединенных Штатах Америки это государство транзит, то, что это государство, созданное из пришлых и приезжих людей, по крайней мере, представителей европеоидной расы, они все приезжие, по другой там просто нет, не было. Но возникает такой вопрос. Вот в гораздо меньшем численном отношении некоторые диаспоры там проживают. То, что, допустим, американский народ, как единое целое, не сложился, и меня никто в этом не переубедит. И то, что Обама, значит, вот на втором президентском сроке раз в 20 сказал, что мы американский народ. Нет там никакого американского народа. Есть винегрет из десятка зарубежных диаспор, англосаксы, немцы, голландцы, итальянцы, русские, ирландцы. Их 50 миллионов ирландцев. Кто такой Билл Клинтон? Ирландец этнический, так же, как и его это, Хиллари. Так я к чему это клоню-то? Я клоню к тому, что вот среди президентов Соединенных Штатов Америки, ну, все побывали там. Для начала никакие не англосаксы в президентский институт. Джордж Вашингтон, он не англосакс, он шотландец, по-моему, по этнической принадлежности. А почему вот нет ни одного русского, который бы занял столь высокий пост? Почему среди губернаторов нет русского? Вот какой-то Шварценеггер, понимаешь ли, ну, может быть, и не какой-то, Но с точки зрения, ну, вы меня извините, я уж тут на шавинистическую позицию, наверное, перехожу. Ну, ей-богу, так сказать, как-то за державу обидно. Вот вы можете объяснить? Вы все-таки занимались этим вопросом? Я пытался как-то для себя это представить, но я не нашел внятного ответа. Ну, я с вами согласен, что Америка, в общем-то, разобщенная как бы страна. Она состоит из многих англомератов, да, то есть из многих народов, которые в этом плавильном котле и так далее. Да не плавится там ничего. Известная фраза. Владимир Жукович, я на 100% ничего там не плавится. Но когда я присутствовал на каких-то событиях, скажем, на юбилейных, вот, скажем, на Аляске, то я видел, что, в общем-то, там они ценят свой американский флаг и тема патриотизма, и то, что Обама выступил, да, вот он Путина как бы в дискуссии выступает с нашим президентом, что Америка это все-таки страна избранная и все такое. Вот это их, конечно, греет, да, это их сплачивает. Но, с другой стороны, политика, которую они проводят, это политика неправильная. То есть они, все для Америки. Владимир Жукович, вы не ответили на мой вопрос. Почему русских нет среди высшей политической элиты в Соединенных Штатах Америки? Никогда в жизни там этого не было. Ну, исходя из критической ситуации в этническом плане, потому что этот плавильный котел не работает, решили сделать, значит, президентом, вот, Метиса, простите меня, за это. А вот, я не знаю, среди губернаторов греки там есть, евреи, так сказать, вот, арабы даже вот сейчас там, среди сенаторов, конгрессменов, ни одного нет. Ну, вот, года три назад были, когда выборы президента в Канаде, вы видели, что там на пост президента претендовал человек происхождением, русского происхождения, российского. В Америке действительно у власти нет, как говорится, да, во власти, точнее, людей, но есть люди, которые происхождением русского происхождения, или, как говорит мой заместитель Геннадий Шевелев, сам Мидовец, советник МИДа, русского разлива, они ходят в советниках даже и у того же нынешнего президента. То есть, русские люди со своим образованием, в общем-то, считаются людьми образованными и достойными. Другое дело, что лобби, которое, или русское лобби, пока не позволяет русским добиться вот вершин и занять... А есть такое русское лобби? Пока еще сильного русского лобби нету, но над ним работает. То есть, люди работают, чтобы наши россияния прошли и в Сенат, и в какие-то властные органы, и в правительственные органы. Вот. То есть, ну, это закономерный, естественно, вообще-то процесс. Да вот, к сожалению, закономерности тут не получается. Или я ее не вижу. Я думаю, что русские добьются вот этих высот. Я-то как раз и хотел вот эту закономерность как-то определить, потому что мы-то ведь начали разговор с Семеном Дежневым, это 600-е годы. 400 лет, понимаешь ли, прошло 400 лет нашего присутствия, а мы только все крестимся до баньки, до водка. А, ну, хорошо это все замечательно, понимаете ли, когда ты отдыхаешь. А ведь с точки зрения работы, вот, с точки зрения отношения... Вы знаете, почему русским еще там нужно как бы лобби, да, в высших шалонах или высших кругах? Да. Потому что, в общем-то, русские показали себя неплохими, в общем-то, и предпринимателями, мы знаем организации, ряд которых возглавляют русские. Следуя законам физики, наверное, количество перейдет никогда в качество. Ну, будем надеяться, что оно перейдет, хотя... Нам важно, чтобы не терялся, вот, все-таки, наша связь России, вот, с нашими россиянами, которые чувствуют себя и вне предел нашей Российской империи, или нынешней Российской Федерации, русскими россиянами чувствуют, да. И не важно, там, казах он, скажем, или белорус, украинец, или... Вот, Владимир Георгиевич, мне кажется, что мы с вами сейчас вот нащупали общий нерв. Я целиком с вами согласен, и очень не согласен со многими нашими русофилами, которые отказывают даже лицам мусульманского вероисповедания быть евразийцами, быть членами нашего, как вы правильно выражаетесь, российского сообщества. Это совершенно неверно. А если смотреть с точки зрения цивилизации, вот я к чему подвожу-то вас, за 400 лет цивилизационные основы могли бы как-то не только упрочиться, но и развиться на том же американском континенте. Почему-то этого не произошло. И почему-то этого не происходит. Вы с осторожностью и с такой надеждой говорите, вот, мы лелеем эти связи, господи боже мой, да что же это такое? Нет, мы не лелеем, но мы работаем, как говорится, да, и с нашими соотечественниками, и с людьми американского происхождения с американцами. Давайте, чтобы я хоть немножко представил, потому что я вот как-то не встречался, вот сколько я за границей был, здесь в России встречался. Ну вот, конкретный пример, значит, перезахоранивали прах останки, значит, Антона Ивановича Деникина, Ивана Александровича Ильина, по-моему, в шестом или в седьмом году. Вот, на Донском, в Донском монастыре, не Свято-Донском, в Донском монастыре. Ну, вы знаете, собралась, так сказать, конечно, общественность, приехал святейший патриарх Москвы, видя ни одного человека из-за рубежа нет. Вот, меня это поражает, так сказать, вот это вот напленье, я даже не знаю, как это назвать, так сказать. У нас здесь еще в России куда не шло, как-то вот мы все пытаемся найти, там, оправдать и тому подобное. Вот несчастные, вот техсоветская власть выгнала. Да вас-то выгнали, потому что вы сами отдали эту власть советской власти. Чего же вы сопли-то сейчас распускаете-то? Вот я, понимаете, может быть, я не прав, поставьте меня на место, Бога ради, я буду вам только признателен. Но я вижу вот по нашему разговору, что пока что возыны не там. Ну, я знаю, что русская диаспора на самом деле обширная, да? Она обширная, каждый сам за себя. Полотеры, проститутки, повара, таксисты, кто угодно. Ну, это вы, как говорится, нижний такой слой, как бы зато затронули. А он и составляет миллионную аудиторию. Верхний-то там единицы. На самом деле... А эти единицы говорят по-английски. Эти единицы говорят на ломаном русском в лучшем случае. Как, допустим, вот этот артист там или наш этот вот писатель. Вот что меня немножко удивляет. В нас сами. Но нам не хватает единения. Я ведь тоже русский. Единения, потому что вот если говорить о старых русских организациях, да? Да. О тех эмигрантских организациях, которые ведут свое начало вот со времени вот этого исхода, после Октябрьской революции. Вот. То между ними ведь тоже нету, как бы, разлад, как бы. Владимир Ильич. Потому что есть монархисты, есть антимонархисты, есть власовцы, есть... То есть вот эти все течения и движения единого такого потока вот нет. Слава Богу, я не знаю, надо памятник поставить святейшему патриарху московскому Алексию Второму покойному, который все-таки помирил русскую зарубежную православную церковь и московскую патриарху. Но ведь почему-то уже сколько, 10-15, почему-то вслед за этим не идут дальше развитие этих событий. Опять вот эта вот ершистость. Опять мы выискиваем, так сказать, мы Романовы, а мы там Петровы, а мы, значит, там за монархию, а вы вот мол там... Ну что это такое? Вы знаете, этот процесс тоже сложный, да? Я понимаю, что он непростой. Двух церквей. Я просто на примере приведу, да. Мне звонит, скажем, или пишет Георгий Назимов, который является одним из прихожан приходов Сан-Диего, да. Говорит, что после воссоединения, да, так называемого, да, воссоединения... Почему так называемого? Воссоединил? Ага. Ну... Слилась? Да. Пришли... Имущество только зарубежной церкви осталось за ними, а с точки зрения всех остальных моментов... Кода был удален священник, который вел этот приход, да, местный священник, с которым были, ну, прихожане, братья, да, уже были, братья и сестры, да. Был прислан молодой священник из московской епархии, который все установившиеся порядки, какие-то каноны, все порушил. И когда просят его провести там какой-то обряд или что-то, говорит, простите, у нас свои законы, да, в епархии. Вот такой простой пример. Глубже я просто не хочу эту тему разворачивать, эту тему. А придется. Вы же все-таки называетесь-то историко-просветительским образом в Русской Америке. Да, да, да. Но я считаю, это не в пределах своей там некомпетенции, скажем. Нет, нет, нет. Просто я... Придется, ведь в конечном счете не только вот могилы Дежнева, Беринга... Нам придется это все пожинать. И пожинать и восстанавливать придется. Да, и мы пожинаем дальше. И если бы вы взялись за это дело, вот с моей точки зрения, мне кажется, было бы правильно. В том же самом географическом обществе поставили этот вопрос, мне кажется, вас бы поддержали. И тот же Путин поддержал бы, вот о котором вы говорили. В церкви все не так просто. Я не о церкви. Хотя бы... Я в целом говорю о Русской Америке. Или о Американской России, как-то сказать. Мы внутри себя-то, в общем-то, наше общество еще. Да ладно, наше. Вы-то занимаетесь их. Разнобойчик. Мы занимаемся, прежде всего, нашим обществом даже. И наших соотечественников, мы считаем, каким бы они ни были, да, там власовец, не власовец. Правильно. Спасибо вам большое. Но все-таки живи для России сейчас. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Я с большим наслаждением поговорил, услышал многое полезное для себя, откровенное для себя, неизвестное для меня. Почаще бы нам с вами встречаться. Ну, дай Бог вам. Феликс Ядович Кузнецов, мой учитель, так сказать. А меня его папа учил. Ну, вот видите. Закон о физике. Ну, вот видите, в конце передачи вдруг выяснилось, что мы с вами чуть ли не родственники. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Ждем ваших откликов. До свидания.